Всем привет! Это видео о том, как определить наличие и исправить ошибки в работе операционной системы компьютера. Необходимость в этом может возникнуть при зависании или сбоях в работе, самопроизвольной перезагрузке компьютера или возникновении синего экрана смерти. Первое, что необходимо сделать для устранения данных неполадок – это получить более конкретные сведения об ошибках. Это поможет определить проблему. Описанные в данном видео инструменты могут указать на программу, драйвер или устройства, которые стали причиной сбоев и ошибок, а также исправить их или помочь пользователю идентифицировать проблему. Первым рассмотрим встроенный в Windows инструмент «Монитор стабильности системы». Чтобы запустить его, перейдите в панель управления, • Система и безопасность • Центр безопасности и обслуживания • Разверните меню «Обслуживание» • Выберите «Показать журнал стабильности работы» • Первое, что вы сможете увидеть в окне «Монитор стабильности системы» – это график со столбцами, который соответствует дням или неделям. По графику можно визуально определить колебания стабильности системы. В каждом из столбцов вы можете увидеть разные значки, которые соответствуют информационным событиям, предупреждениям или критическим событиям. • Справа от графика указаны категории сообщений – «Сбои приложений», «Сбои Windows», «Прочие сбои», «Предупреждения», «Сведения». Также все сведения о стабильности будут описаны в окне снизу, если кликнуть по нужному дню на графике. Кликнув правой кнопкой мыши по одной из проблем, в всплывающем меню можно выбрать «Поиск решения» или «Показать решения». • Если событие не имеет решения, такой пункт в меню будет неактивен. • Также, внизу монитора стабильности можно проверить наличие решений для всех проблем, кликнув по соответствующей ссылке. Как показывает практика, в 90% случаев пользователь при желании проверить наличие решений встречается с сообщением о том, что новые решения не найдены. • Но если решение проблемы, событий или ошибки имеется, система их исправит. • После этого график стабильности выровняется и работа системы станет более стабильной. • Чтобы получить полную расшифровку и описание события монитора, достаточно кликнуть на нём дважды. • В результате откроется окно с полной расшифровкой ошибки. • Тут указывается название сбойного приложения и время его запуска. • Его идентификатор и место хранения. И так далее. • Монитор стабильности системы – удобный и информативный инструмент с графическим интерфейсом. • Но то, что в нём отображается – это систематизированные события системы. • Более продвинутые пользователи имеют возможность посмотреть на все события, сведения и ошибки системы, используя встроенный инструмент «Просмотр событий». • Чтобы открыть его, перейдите в панель управления. • Администрирование. • Просмотр событий. • Здесь много информации, а именно отображаются все события системы, безопасности и приложений. Но в данном случае нам интересны именно ошибки в работе компьютера. Чтобы увидеть их, нужно перейти в папку инструмента «Журналы Windows» «Система». Как видим, все события отображены в хронологическом порядке. Указан их источник, код события или ошибки, если событие критическое, а также категория. Когда случайным образом появляется синий экран смерти в Windows или происходит произвольная перезагрузка, здесь можно отыскать причину данных событий. К примеру, ошибка в журнале системы может дать информацию о том, драйвер какого именно оборудования вызвал сбой, для последующих действий по исправлению ситуации. Просто найдите ошибку, которая возникла в то время, когда компьютер перезагрузился, завис или отобразил синий экран смерти. Ошибка будет отмечена, как критическая. Двойной клик по сведению, ошибке или предупреждению генерирует подробную информацию, которую можно использовать для определения, нуждается ли эта ошибка в большем внимании. Иногда ошибки являются обычным результатом работы приложения, которое не обеспечивает Windows кодами событий для статуса сообщений. В результате, простое подтверждение, например, «Приверка лицензирования» может превратиться в ошибку, поскольку не удаётся найти соответствующее событию описание ID. Исправлять ошибки с помощью данного инструмента возможности нет. Можно только просмотреть события. Но если, рассмотрев свойства событий, вы видите, что ошибка для вас критична и её обязательно необходимо исправить, в таком случае попробуйте найти её и исправить с помощью монитора стабильности системы, как я описывал ранее. Или найдите ошибку по описанию и коду с помощью поисковика в Интернете и исправьте её одним из рекомендуемых способов. Например, у нас есть ошибка «Источник диск». Кликаем на ней дважды. В открывшемся окне видим описание «Неверный блок на устройстве». Код 7. Копируем описание ошибки. Открываем браузер и вставляем его в поле поисковика. Перейдя на один из предлагаемых сайтов, можно найти возможные варианты исправления ошибки и решить её одним из способов. На этом всё. Если данная информация оказалась полезной для вас, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, удачи!